Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Ну что, уважаемые любители рок-музыки, но согласитесь, прекрасный город, радушный. Сейчас мы посмотрим, новый отельчик, Вавельберг. Посмотрим, на Невском, дом 7-9, в самом прям центре. Едем по самому знаменитому месту, Питерскому, который знает вся страна. Невский проспект. Помните даже у Михаила Виллера, «Легенды Невского проспекта». Потрясающе. Книжка всем рекомендую почитать. Очень смешная, веселая. Очень интересные рассказы. Направляемся к Вавельбергу. А вон слева, вы видите, Рэддисон Роял Отель. В нем когда-то был Сайгун. И мы там были и показывали в это место Сайгун. А после 2000-х годов он переехал в то место, в котором сейчас находится отель Вавельберг. Всегда меня удивляет масштаб мышления Петра Первого. Потрясающе. Широта и взглядов, и понимания перспективы, и планирования на сотни лет вперед. Помните, китайцы планируют, у них горизонт планирования 50 лет. В Советском Союзе мерили пятилетками. А мы последнее время в ручном управлении. Реагируем на сиюминутное событие. Но это тоже правильно. Но все-таки горизонт планирования должен быть большим. Не измеряться даже ни человеческой жизнью, ни одной. Вот тогда это правильный горизонт планирования. Вот Петр Первый мыслил столетиями. Потому что заложить такие проспекты широкие более 300 лет назад. Когда три повозки по нему ездили в день. То человек думал о нас. Которые будут жить после него 300 лет спустя. Вот это масштаб мышления, я понимаю. А вот он и виднеется. Вавельберг. Если вы видите, вот это серое, монументальное здание. На углу Невского и Малой Морской улицы. С такой перекличкой с эпохой Средневековья. С арочными такими анфиладами. Ну прям как дворцы дожей в Венеции. И в то же самое время четко он вписывается в архитектурный облик города. Они полностью сохранили исторический облик. Но таковые условия реставрации были. Это очень правильно. Не затронуть историю. Уважаемые любители рок-музыки. Но сервис, сервис забрали все. Ну вот он, отель Вавельберг. Назван в честь банкира Михаила Вавельберга. Который его и построил в 1912 году. Банк был до 17 года, до революции. После этого, конечно, Вавельберг уехал из страны. И здесь уже начали находиться тогда всякие наши советские учреждения. Меняя друг друга. Там Союз Плод Импорт, Главрыба. Ну, такого типа названия. Главтех, ремонт, наладка. Потом здесь была Березка. Магазин знаменитый, где можно было купить Мальборо и Джинселевис. Потом уже под конец здесь даже был Союз Ленинградских писателей, насколько я помню. И даже в 2000 году переехал из 49-го дома по Невскому в Сайгон. Такое место тусовки. Рокера. Сейчас все узнаем. Пойдемте. И оценим, как у них тут сервис. Показывайте, молодой человек. Главное, что здесь были кассы аэрофлота. Это да, здесь были кассы аэрофлота. Да. Здесь такая была касса аэрофлота. Да. И все до сих пор приходится спрашивать, где же были кассы аэрофлота. В Вавильберг поле остался зал такой же, как он был операционный при господине Вавильберге. Да. Его реставрировали и сделали так же. Все. И теперь здесь проходят и концерты, и спектакли, и различные пати. Вчера Ростереком у нас собирался 60 человек, вот они в этом зале. Так что там все сохранено. Уважаемые любители рок-музыки, вы нас услышали. И самое главное, вы увидели, насколько компетентные люди работают в отеле. Сразу же отмечаю. Дайте я пожму вашу руку. За ваши бережные отношения и знания истории. Вы поняли, да, что там все сохранено, как было у Вавильберга в банке. Пойдемте глянь. А сам господин Вавильберг, следы потерялись в Польше после революции. А, в Польше. Да, он эмигрировал. Да, это я в господи. Да. И вот как бы не разыскивали наследников. Так вот до сих пор не могут, как бы, определиться, где вот это последнее. Вы поняли? Судьба Вавильберга. Скрылась в тумане. Да. В историческом. В Польше где-то он затерялся. А уехал сначала в Париж. А вот ему очень понравился этот проект в эпохе возрождения, итальянское возрождение. Архитектор получил звание академика архитектуры. Мариам Перепутяткович. Сейчас посмотрим. Пойдемте. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что тут нового? Все спокойно? Да. Вы на посту? Враг не пройдет? Нет. Мы что-то прибежали. Ну, Елена, тут лучшие люди собрались. Тут компетент, во-первых, товарищи, Елена, все рассказали на право Вавильберга. И на страже. Ребята, стыд, молодцы. Здравствуйте. Какая красота. И девчонки, главное, красивые. Елена, Иван, уважаемые любители рок-музыки, гляньте, тут и девчонки красивые. О, повезло нам, а. Обращайте внимание. Обращайте. Три сестры. Ё-о-о-о-о. Как это эффектно? Ну, это да. Это сила. Я думаю, не двоится ли у меня в глазах? Нет. Я еще трезвый. Я трезвый еще. Уважаемые любители рок-музыки, я бросил пить. Поэтому я трезвый. Это действительно две красоты одновременно. Идем для оформляться. Ну, как вы тут, девчонки? Не обижают вас тут начальство? Нет, что? Уважаемые любители рок-музыки, здесь демократично все оказывается. А я думал, тут монархия та еще. Девчонки, что вам показать? То, что ты думал. Так и думал. Что не узнают здесь московских рок-звезд. Держите. Не узнают. Или она? Вот дожили мы с тобой. Ну, ничего. Придет время, и здесь будет написано, здесь останавливался Волощук СД. Звезда русского рок-н-ролла. Смеются. Не знают, что это правда. С одной стороны, будет написано Вавельберг, а потом снизу. Здесь останавливался Волощук СД. Смеются люди. Что это сделает? Смешно им. Я правду говорю, им смешно. Это не смешно, это правда. Вот так будет. У вас забронирован люк. Рок-звезде люк забронировали. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, первый раз такое вижу. Называется Шиболев, да. А что это? Специальные солдатки для сложения рук. И надо попробовать. Сейчас, секунду. О, гляньте, влажненькие, хорошие. Хорошие. Последорожки. Последорожки протереть. А вы говорите, что плохой отель. Прекрасный отель. Уже прям на входе. Компетентные люди встречаются. Строгая охрана и красота. И в салфеточки дают, главное. Уважаемые любители рок-музыки. Не успел приехать, просят автограф. А говорят, не узнают. Дайте автограф. Это впрок вы захотели? Впрок, говорят, дайте. Мы пока вас не знаем, но впрок дайте. Нам пригодятся. А вдруг вы действительно, рок-звезда. Говорят, мало автографов, дайте еще. Ага, мне ж не жалко. Я ж демократичный товарищ, я ж рокер вообще. Рокер это ж хиппи, это ж дети цветов. Они ж демократичные, они пацифисты. Я монархист, но рокер. Вот он, грузоподъемник 110-килограммового Волощука СД. Я надеюсь, что выдержит, выдержит он рокера московского. Уверен даже в этом почему-то. Красивый, девочка хорошая. Только не вижу зеркало. Куда зеркало спрятали? Вот, можете посмотреться в... Вот так вот. Чтобы не видеть свои недостатки. Он полосатый газет. Он полосатый газет. Плановный бар, который наше слово. А, вот он. А, тогда пойдем. Смотри, я вам прошу. Я всегда хожу направо, а мне говорят, и налево. Ну, это я в детстве налево ходил все время, когда красивых женщин было вокруг много. Правда, их и сейчас немало, но заставляют идти налево. Елена Ивановна, вы уж извините, налево заставите. Красивые женщины. Люди, уважаемые любители рок-музыки, нам здесь даже проведут сейчас экскурсию по номеру. А ну, идемте, глянем. Быстро. Идемте. Так, 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 так. Темнота, друг молодежи. Где свет? Где свет? У нас в первый номер оборудован системой «Мой дом». То есть светом, шторами у нас автоматические и кондиционером вы можете управлять с помощью смарт-панели. Она находится на стене, на прикладных домочках и на рабочей задней на планшете. Также и можно управлять с помощью телевизора. Мини-бар у нас с куличом стоимость проживания. Также чайная кофейная станция выполняется по вашему желанию. Также у вас есть длинный шкаф, но он функционирует по отдельной стоимости, меню вы можете найти здесь. Даже для рокеров деньги платить надо? Для знаменитых? Мини-бар у нас с куличом стоимость проживания. Прокол, прокол. Вид бесплатный, ой, вид платный, да? Все остальное бесплатно, а за вино она платит. Хорошо, что я не пью. И не угадали вы, а просчитались, просчитались. Мы запомним это обязательно. Добро пожаловать, господин Волощук. Но вы видите, уважаемые любители рок-музыки, как тут сразу с уважением подходят к русской рок-звезде. Молодцы, отмечаю, отмечаю, показывайте. Также ванная комната у нас оборудована как ванной. Так, а где свет? Где свет? Я хочу света, я хочу много света. Я люблю много света, я же человек света, поймите. Я божий человек. Я воин света, не просто так, воин. Они хотели, чтобы я в темноте выходил. Не, я несу свет и радость людям. Вот так бы я сказал даже. Так, 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 так. Так, идемте. В душе у нас представлено с хромотерапией, то есть вы подбираете цвет под настроение. Ёшкин кот! Уважаемый любитель рок-музыки, ёшкин кот! Вы понимаете, свет подбирать даже можно. Да. Вот это отель, я понимаю, молодцы. А ну показывайте, как оно. Где свет включать? Разноцветный. А-а-а. А-а-а. Уважаемый любитель рок-музыки, вот это три регулируют воду, а вот это три штуки. Гидромассаж, разный напор, струя, все подряд. И вот это регулирует свет. Потом вам покажем. Сейчас не будем, потому что регулируется только при включенной воде. Я ж там мокну, мне нельзя мокнуть, поймите. Чтобы я не простудился при 30-ти градусной жаре. Там жара на улице 30-ти градусная, чтобы я не простудился. Потом мне мокнуть нельзя, я потом покажу. Ну и ванночка, видите какая. В стилистике начала 20-го века и конца 19-го. Хорошая, красивая, стильная. Вот так бы я сказал. Доброе желание, пожалуй. Вот волочек всегда тут пишут. А вы же знаете, что я любитель понижиться в ванне, в пенке. И оттуда вам дам интервью. Обязательно, это же у меня же традиция. Из пенки вам интервью давайте рассказывать о перспективах развития русской рок-музыки. Так что ждите, ждите интервью и ванной с пенкой будет обязательно. Давайте идемте дальше смотреть. Что еще? Это также зеркало и оно трансформируется в телевизор. Еще одна новость. Уважаемый житель рок-музык, это как телевизор. Вот там кнопочки, глядите. Можно нажимать, сюда головой лечь, сюда смотреть телевизор. Но это надо себя дома сделать, я чувствую. Вот такую вот вещицу. Как вы считаете? Я думаю, что не лишний будет. Ну сериал какой-нибудь посмотреть. Там типа богатые тоже плачут. Как вы смотрите на это? Пойдемте. Ёшкин кот. Но это высший пилотаж, уважаемые любители рок-музыки. Вот оно. Вот это главное отличие пятизвездного отеля. Швейцарский шоколадник. Перед сном вот сюда кладут обычно на подушечку. А тут гляньте в хорошем упаковочке. А ну-ка гляну. Смотрите. Нет, это не шоколад. Это знаете что? Это зефирчик. Такой мягкий-мягкий зефирчик. Такой нежный-нежный. Ну, сила. Наверное, придется попробовать. Ну, а что делать? Я понимаю, что вы говорите, что ты так толстый. А куда деваться? Я не имею права не попробовать. Потому что я должен оценить этот отель уже от и до. А? Хороший мармеладик. Хороший. Но я им делаю выговор. Потому что должен належать швейшасской шоколаду. Нарвались на выговор в отеле Вавильберг. За упаковочку ставлю 5 баллов. Красивая. Но там шоколада йог. Хочу прыгнуть. Я люблю прыгать. Вы не против, если я прыгну? Конечно, я так все так. Тут за. Тут за. Они все прыгали. Вот так вот. Хоп. Ну, нравится мне прыгать. Ну, что я могу сделать? Ну, с детства люблю прыгать. Люди, удержите меня. Я люблю прыгать. Или наоборот. Не держите меня, люди. Я люблю прыгать. Ну, все опробовал. Что еще расскажи? В каждом номере у нас представлены картины Лида Горшкова. А, Сергей Горшков. Это фотограф известный. Я знаю его. Я получил. Уважаемый любитель рок-музыки, здесь вот ностальгия по истокам. Это не просто Сергей Горшков и Нашина Дакова. Если у нас есть какие-то вопросы, я могу их ответить. У нас вопрос только один. Где взять побольше денег? Я тоже ищу ответ на этот вопрос. И ищите тоже? Это, понимаете, вот хочется иногда порассуждать о высоком, о самом высоком. О деньгах. Вот я хочу тоже порассуждать и узнаю себя, где их взять побольше. Видите, оказывается, я не одинок. Оказывается, этот вопрос мучает, наверное, все население земного шара. Ну, которые нормальные. Тех мучает. Те, которые ненормальные, те за идеи борются. Ну, вот Волочу ГСД такой. За идеи борются. Не забывая о деньгах. Вот такое вот Волочу ГСД. Спасибо. Спасибо за экскурсию, красавица. С удовольствием вам поможем. Если у вас будут вопросы, звоните по номеру 0. Вся информация дублируется в письменном виде. Я всегда считал, что мы должны жить в красоте. Я прям как он стою, красота спасет мир. Верно. Поэтому мы попадаем во спасение, вокруг красота. Елена Ивановна, прям на входе красота стоит перед нами. И экскурсию проводит красота. И тут красота. Спасибо огромное. Спасибо, Людей. Все эти шторы открываются автоматически. Здесь есть пульт, который все это регулирует. Но еще можно открывать все такого планшетика, который все время показывает время. А когда надо, ты его пробуждаешь. И тут, видите, показывают в кубиках, что к чему и как. Поэтому нажимаешь там свет. И верхний свет включается. Видите? Все четко. А нижний свет включился. Видите? Вот он отключился. Видите? А вот я включил его. Ну, ночью. Чтобы тебе все глаза не слепило. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, здесь все абсолютно регулируется. Очень удобно. Вот здесь себя положил. Видите? Пользуйся им. Уважаемые любители рок-музыки. В продолжение рассказа об этом чудесном номере, я хочу вам рассказать про суперсовременный унитаз. Я уверен, что у многих это есть. У нас всяких дачах на наших рублевских. Но я это увидел впервые. Ты заходишь, он у тебя привезет, что он открывается, этот унитаз. Давайте посмотрим. Только открываешь дверь. И он тут же поднимается. И вот здесь пульт управления. Здесь можно, видите, тут прям нарисовано. Попку помыть разными струйками и так, и так, и так. Свет включить, еще что-то там, вентиляцию всякую. Все, всякая всячина. И потом ты уходишь, не надо ничего нажимать. Он сам после тебя все сливает и закрывается назад. Вот такая вот штуковина тут прикольная. И еще, что приятно, что вот эта крышка унитаза, она всегда теплая. Когда ты садишься, она теплая. Ну, такие вот приколы. Ну, что? Ну, что, надо к нам всем к этому идти. Чтобы в каждой квартире русской было по такому прекрасному унитазу. Но самое главное, чтобы у каждого была такая квартира прекрасная. И, что еще хочу показать. Здесь есть такая цветотерапия у них. Здесь можно различного. Свет разный включать. Синий, голубой. Видите, тут красный. Зелененький. Он был голубой. И здесь такой микс. Включаешь, оно там по очереди меняет все. Разноцветный. Видите, он разноцветный. То есть, четыре таких вида. Какой тебе нравится? Кому-то нравится зеленый свет по газам вперед. А кто-то сам себя в этой жизни останавливает. Не понимает, что самого себя чего останавливать. И так желающих много палки в колесах оставлять. А кто-то, ну, видите, голубой. Тут ничего не поделаешь. Это популярно в мире сейчас. Модно. Даже в шоу-бизнесе это особо модно. Мы любим зеленый свет. Вот так вот. Вперед из песни на вершины рок-олимпа. Вот поэтому зеленый свет. Все четко. Rock'n'roll forever. Мне нравится вот этот умывальничек прикольный, дизайнерский. Хороший. Так, что тут еще? Ну, дайте я гляну, что тут здесь. А ну. А ну. А ну. Ну, уважаемые любители рок-музыки. Сейфы нового поколения. Чтоб побольше влазило денег. Все сенсорное. Будем разбираться. А это непросто, вы же понимаете. Все. Настоящему рокеру непросто разобраться в сенсорных вещах. Всяких там цифровых. Ну, будем разбираться, куда деваться. Ну, все есть. Все. Повешу. Даже утюг. Даже утюг. С гладильной доской. Все нормально. Здесь есть даже потайная дверь. Это, видать, наследие Михаила Вавельберга, который был банкиром. Какого я знал? Что всегда надо иметь запасной выход. Но, вентиляция, видите, прекрасная. Решеточки огромные. Воздуха должно быть много. И хочу глянуть еще на вид из окна. А вид из окна на Невский проспект. Прекрасно. Прекрасно. Видите, вот там люди стоят внизу. Мои почитатели. Видите, внизу поклонники стоят, смотрят на меня. И ждут, когда я им помашу рукой. Я тут. Друзья, я здесь. Вы правильно собрались. Скоро выйду выдавать автографы. Ждут. Ждут, не дождутся люди. На Невском стоят. А куда им деваться? Но, вы же знаете, что я демократичен. Я выйду и всем дам автографы. Ну, люстрочка, что? Неплохая. Почти как в Джумейра-Забель-Сарае. Там тоже такие вот хрустальные всякие веселья. На что еще хочу обратить ваше внимание, уважаемые любители рок-морики? А цветы-то живые. Настоящие. Это не экибана засушенная. Меняют, видать, пахнут. Розы, причем оригинального такого цвета. Это говорит о классе, конечно, гостиницы. То есть все прекрасно. Вот так бы я сказал. Можно жить. Не хуже, чем в сарае в арабском. Вот так бы я сказал. Ну, что, осталось заглянуть только вот сюда. Что они тут спрятали? А ну, посмотрим. Говорят, бесплатно. Что там бесплатно? А ну. Ух ты. Даже пиво Хейникен есть. И шоколад в 85%. Еще какие-то штуковины. Пиво, вино, сок, все есть. Ну и винишко. С указанием, место производства, сорта и даты изготовления. Все есть. Как же хорошо, что я бросил пить. Ну, это просто чудо. Они хотели нажиться. Говорят, что это платно. А не получилось ничего. Ну, все. На этом рассказ о номере заканчивается. Уважаемые любители рок-музыки, скоро поедем на экскурсию. Пока не буду говорить на какую. Так что ждите нас на экскурсии. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащук. Валащук. Валащук.